В последнем матче сезона 2006 наша национальная команда одержала уверенную победу в гостевом матче с македонцами. Подошел к концу чемпионат России. Длительный зимний перерыв наступил и в Лиге чемпионов. Что делать многочисленным фанатам? Ведь футбол сродни наркотику, хочется еще и еще. Выход есть. Достаточно установить на своем компьютере Pro Evolution Soccer 6. Графика игры затачивалась под технические возможности PlayStation 2, но и на PC она смотрится неплохо. Виртуальные звезды мирового футбола мало чем отличаются от своих реальных прототипов. Разработчики из Konami создали лица спортсменов с помощью совмещения специальных двухмерных и трехмерных технологий. Получилось хорошо, но не без огрехов. При максимальном приближении камеры становится заметно, что глаза у всех футболистов постоянно смотрят в одну точку, будто стеклянные. Увы, по сравнению с прошлым годом полигонов в моделях игроков не прибавилось. Мы уже не говорим про внешний вид болельщиков. Тысячи зрителей размазаны по трибунам ровными слоями и издали напоминают бутерброд с маслом. Впрочем, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Когда ты увлечен событиями на поле, тебе попросту некогда обращать внимание на небольшие изъяны, свойственные всем спортивным симуляторам. А вот анимация движений не вызывает никаких нареканий. С помощью технологии Motion Capture разработчики оцифровали различные движения, в том числе и финты. Фирменный геймплей сериала Pro Evolution Soccer претерпел ряд изменений. Пассы низом стали намного слабее. Судья теперь фиксирует отсроченные нарушения правил. Улучшился искусственный интеллект противников, и как следствие слегка увеличилась сложность игры. Компания Канани так и не смогла получить лицензии даже на чемпионаты большой европейской пятерки. В Pro Evolution Soccer 6 есть итальянское, испанское и голландское первенства. В английской премьер-лиге с вымышленными клубами соревнуются Manchester United и Arsenal. Ряд известных команд из остальных европейских чемпионатов представлены в разделе «Другие лиги». Как тебе перспектива вновь столкнуть лбами Мюнхенскую Баварию и Киевская Динамо? К сожалению, нашу сборную японцы делали явно по остаточному принципу. Состав далек от идеала. Почему-то нашлось место молодому динамовцу Ещенко, торпедовцу Зырянову, локомотивцу Сенникову и другим футболистам, которые уже давно не выступают за национальную команду, либо никогда в нее не привлекались. При этом нам не удалось отыскать основных игроков, вроде Погребника, Жиркова и Быстрова. В списке запасных полно пустых строчек. Уж лучше бы разработчики вписали туда фамилии самых талантливых парней из нашей молодежной сборной. С лицами российских футболистов так и вовсе случилась беда. Если в FIFA 07 мы получили точные копии нападающего Александра Киржакова и опорного полузащитника Алексея Смертина, то в Pro Evolution Soccer 6 на себя отдаленно похож лишь вратарь Игорь Акинфеев. Физиономии остальных ребят взяты с потолка. Видимо, на Россию в Канаме обратят внимание только тогда, когда мы добьемся серьезных успехов на мировой арене или вновь встретимся с японцами во время группового этапа чемпионата мира. Хорошо, что из нынешней версии убрали исполнение гимнов стран перед началом матча. А то за время существования на PC сериала Pro Evolution Soccer нам порядком надоело смотреть, как игроки прикладывают руку к сердцу во время звучания мелодии Михаила Гулинки, хотя уже несколько лет гимном нашей страны является композиция Александрова со словами Михалкова Старшего. Итак, настала пора делать выводы. По сравнению с предыдущей версией, шестая часть сделала большой шаг вперед в области геймплея. На фоне скоростных поединков Pro Evolution Soccer 6 матчи из FIFA 07 смотрятся слишком медлительно и неизобретательно. Творение Канами притягивает к себе словно магнит. Осталось улучшить лишь качество картинки. Если верить разработчикам, то в следующем году они будут ориентироваться на приставки нового поколения. Следовательно, мы получим более совершенную графику. Но это будет потом. Сейчас мы вынуждены довольствоваться тем, что есть.